Дня траура в регионе С 6 по 13 сентября на территории города зафиксировано 15 дорожно-транспортных происшествий. В них пострадало три человека. На промплощадке ЛПК произошел пожар без жертв и пострадавших. В единую дежурно-диспетчерскую службу Устилимска поступило 863 сообщения. Шесть из них касались безнадзорных животных, 16 – жилищно-коммунального хозяйства. Отопительный сезон в Устилимске начнется раньше запланированного срока – 16 сентября. Подключение к системе отопления будет производиться в течение четырех дней. Регулировка, наладка, развоздушивание системы отопления продлится до 27 сентября. Отметим на социальных объектах – это школы, детские сады и больницы. Там тепло появилось в конце прошлой недели. Наш город вошел в перечень муниципалитетов Иркутской области, которым будет предоставлено субсидии из регионального бюджета на осуществление мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере культуры. Предполагается, что в 2022-2024 годах Устилимску будут выделены средства на капитальный ремонт кровли зданий школы искусств номер 2, элементов благоустройства на территории, прилегающих к зданию ДК имени Наймушина, капитальный ремонт помещений Центральной детской библиотеки «Первоцвет» и библиотеки «Родничок». Размер финансирования будет определен по итогам формирования бюджета Иркутской области. Еще недавно для поездок в Красноярск устилимцам были доступны только два вида транспорта – поезд или легковой автомобиль. С декабря 2020 года налажено прямое междугороднее автобусное сообщение по этому направлению. С 27 сентября маршрут меняется с дневного на вечерний. Так, в Красноярск автобус будет отправляться с правобережной автостанции в 16 часов. Время прибытия – в 8 утра по местному времени. Обратный рейс – в 21.00. Прибытие в Устилимск – в 3 часа дня. Стоимость билета доступна и составляет 2300 рублей. Мы стараемся шире развивать транспортное сообщение с регионами. Вот сейчас открывается вечерний маршрут до Красноярска. Выезжая вечером с Устилимска, пассажиры уже утром будут в крае. Для жителей города этот маршрут будет очень удобен, так как сейчас организовывается проблема с поездами, сокращение, и многим будет удобно, выезжая вечером из Устилимска, быть утром в Красноярске. По справкам, по отправлению, по графику движения автобуса можно узнать в кассе по телефону 606-37. Перевозки будут осуществляться с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил, дезинфекции салона транспортного средства антисептиками. А пассажирам по-прежнему необходимо строго соблюдать масочный режим. Жители города безусловно рады, что могут с комфортом добраться в один из крупнейших центров Сибири. В правительстве Приангаре прошла встреча губернатора Игоря Кобзева с призерами и участниками 20-х молодежных дельфийских игр России. Среди победителей молодежных игр наш земляк, учащийся музыкального отделения школы искусств номер 2, балалайчник Амин Патлаенко. Он завоевал золотую медаль. Его наставнику Валентине Хинжак, глава региона, вручил памятные наручные часы. В качестве преподавателя талантливых музыкантов она принимает участие в дельфийских играх уже несколько лет. В этом году наша область поднялась с 13-го на 7-е место. И, безусловно, в этом есть большая заслуга наших ребят и их наставников.